Вот прям даже не трогали сегодня, хотя проливали воду вот перед тем, как в душ утром сходить. Нечто по-другому не назвать. Льется из крана в квартире Татьяны Подольской почти три месяца. Вода в Кубинке 10 никогда не была идеальной, а сейчас и вовсе непригодна к использованию. Кто-то должен определить, что это. Понимаете? Потому что сейчас это, говорят, непрофессионалы. Ну понятно. Я вас понимаю, потому что действительно нечто идет из крана, и этого не должно быть. Черная стружка, примеси, а теперь еще нераспознанные микроорганизмы, встречи с которыми, говорит девушка, готова не была. Я была шокирована. Выложила в группу. У нас в очередной раз отключили тогда электричество. Спустя час, наверное, оно появилось. Стали проливать воду, напор стал меньше. И после этого как раз-таки открутили аэратор. И тогда вот я первый раз, это вот в конце апреля как раз-таки было, в первый раз увидели с мужем, что вот эти вот комарины, какие-то личинки. Вода у нас уже 2-3 года идет ненадлежащего вида, да, которую мы не можем пользоваться. Она техническая вода. Что происходит с водой в Кубинке, пытаются понять не только специалисты, но и жители, и даже депутаты. Стихийное собрание прямо во дворе. Навстречу пришли и представители ВЗУ. В этом году, после апрельского инцидента, провели хлорирование РЧВ, промывку РЧВ, хлорирование, промывку сетей. Постоянно ведется эта работа для улучшения качества воды в поселке. А еще поменяли песчаные фильтры. Гидравлическая промывка не реже раза в месяц. В ночное время – хлорирование. Почему на качестве воды это никак не сказывается – загадка и для сотрудников ВЗУ. Что внутри труб, вы когда-нибудь видели? Всему виной коммуникации 50-летней давности, уверены жители. И просят, наконец, включить их населенный пункт в программу модернизации коммунальной инфраструктуры в самое ближайшее время. На контроль. Реконструкцию куда-то возьмем, да? Ну да, нужно хотя бы узнать четко, сказать, в каком году и сообщить людям. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры запущена по поручению президента России и рассчитана на 4 года. Ее цель – обновить сети водоотведения, тепло- и водоснабжения. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.